Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Охота». Приятного просмотра! В самолёте один мерзкий хлыщ издевается над стюардессой и всячески выпячивает свою элитарность. Вдруг в салон ворвался потерянный мужик, который, судя по всему, всё это время был в отключке. Врач вызвался помочь мужчине и уложил его на пол. Тут же попросил ручку и воткнул её в шею бедолаги. По его словам, урод проснулся раньше времени и нужно было что-то делать, пусть охота ещё и не началась. Раненый здоровяк пытается отбиваться и тут подошла дама, которая воткнула ему в глаз каблук. Первая жертва отправилась на тот свет ещё до того, как началась игра. Блондинка пришла в себя посреди леса с кляпом во рту. Снять его не получается, мешает замок. Недалеко от неё другая девушка с помощью шпильки и листочка на воде определила, где север и направилась вглубь леса. Блондинка вышла на поляну и увидела остальных пленников. Они направляются к большому ящику, который стоял посреди поляны. Один мужик решил вскрыть его при помощи лома, который лежал тут же. Старик подозревает, что это может быть ловушка и убежал обратно в лес. Так же поступили и остальные. Однако ничего плохого не произошло. Из ящика спокойно вышел поросёнок и пошёл по своим делам. Но внутри было кое-что ещё. Целый арсенал оружия. От ножей до автоматов. Все побежали выбирать себе оружие, а блондинка обнаружила конвертик с ключами от замков. Наконец они могут избавиться от кляпов и обсудить, что здесь вообще происходит. Девушка также получила свой пистолет. По ним тут же начали стрелять из ружья. Именно блондинка стала первой жертвой. А парень, который с ней заигрывал, покрылся её кровью и мозгами. Отбитый тип побежал в сторону стреляющего сразу с двумя автоматами. Но ему это не помогло. Девушка решила скрыться в лесу, но далеко не убежала и куда-то упала. Теперь она зовёт на помощь. Оказалось, что её насквозь проткнули колье. Как жаль, а ведь у неё завтра день рождения. Парень помогает ей подняться, и они вдвоём ковыляют в лес, до тех пор, пока не наступают на мину. И их не разрывают на куски. Ещё один участник смертельной игры побежал в лес, пока не уперся в забор из колючей проволоки. Подбежали ещё трое. Перед ними дорога. А это путь к цивилизации, спасению. Все перелезли, кроме одного, замешкавшегося. И тут ему в спину прилетела стрела. Он побежал в сторону охотников. Но ещё несколько стрел опустили его на землю. Какая-то дамочка кинула в него гранату, забыв при этом выдернуть чеку. Во второй раз она такой ошибки уже не совершила. Троица в поисках убежища прибежала на заправку. Семейная пара приняла их за грабителей. И просит только забрать деньги и не трогать их. Бородач выяснил, что они находятся в Арканзасе. Старики пытаются понять, что происходит. А мужик звонит в полицию и рассказывает, что на них устроили охоту. Женщина-кассир удивляется. Зачем это Бородачу сразу семь пистолетов? Он собирается палить из них точно так же, как и те, кто на них охотится. Ведь у них также есть право на ношение оружия. Рыжая съела на халяву пончик и тут же отравилась. Старики уже успели натянуть противогазы и распылить ядовитый газ. Бородача они сняли из обреза, а татуированного добили газом. Старик напоминает ему, что глобальное потепление – это реальность. Женщина расстроилась, когда, прибираясь, увидела на пальце своей жертвы кольцо. Но муж просит ее забить. Этот урод обзывал черных. И не у себя на кухне, а в твиттере. Семейная пара спорит, как нужно правильно говорить. Только афроамериканцы или все же можно и чернокожие? Белые, детка. Мы самые недостойные. Алло? С парой связалась главное. И те похвастались, что уложили троих. Но к ним приближается еще одна девушка под кодовым именем Снежок. Плюсь, там отрава! Ты что, отравила воду? Нет, просто там 43 грамма сахара. Боже, правый... Престарелые убийцы снова готовы играть радушных продавцов. В магазин, оглядываясь, вошла девушка, которая первой отделилась от группы. Дама купила сигарет и также интересуется, в каком они штате. Получив сдачу, Снежок завалила обоих пенсионеров, потому что она знает, сколько стоят сигареты в Арканзасе, в отличие от этих псевдопродавцов. Снежок так и не покурила, но набрала патронов для обреза и вышла на улицу. У машины номер был липовым. Отодрав его, наша героиня узнала, что на самом деле находится в Хорватии. А еще авто было заминировано. Снежок слушает переговоры охотников по рации. Один из них должен был проверить пенсионеров, но в целях безопасности убийца просто отправил дрон. Вдруг этот дрон кто-то расстрелял? Это был Гарри, и он чуть было не открыл дверцу. Снежку пришлось выдать себя и предупредить союзника. А вот дрон он зря сбил. Теперь охотники знают, где они. Гарри вспоминает, как читал в интернете о либеральной элите США, которые похищают таких, как они, и охотятся ради удовольствия. Он даже написал об этом статью. Мимо парочки проезжает поезд. Теперь нужно на него запрыгнуть. Снежок помогла Пухляшу. Тут же они услышали какой-то шум. Это среди груза прятались беженцы. Но Бородач уверен, что это переодетые актеры. Как и полагается республиканцу, он издевается над мигрантами, а также угрожает им оружием. Поезд остановился. Хорватские военные устроили проверку вагона. И американцам пришлось его покинуть вместе с остальными иммигрантами. Гарри рассказывает главному, что он американец. А вот эти вот подсадные актеры. Не поверили тебе, Гарри. Ты слышал? А вы слышали? Мы же арифли, а в Америке. Охотник уверяет Гарри, что остальные зайцы не подставные, а вполне реальные, как и военные. Так что ему лучше остыть и не дергаться. А он их даже не сразу убьет. Даст фору во время охоты. Но Гарри психанул и, отобрав гранату, засунул ее охотнику в штаны. Воспользовавшись паникой, ему удалось сбежать. А вот снежка доставили в лагерь беженцев. Девушку допрашивает следователь, попутно уминая соленья. Он уже знает об охоте. Ранее к ним попал еще один американец по имени Дон. Дон также слышал об этой игре раньше. И удивляется тому, что либералы засунули свинку в ящик. Они же все вроде как веганы. В лагерь приехал представитель американского посольства и забрал граждан США на своей машине. Он выслушивает их странную историю и уверяет, что вскоре военные прибудут сюда и разберутся с этими отморозками. Единственное, ему непонятно, почему в качестве жертвы выбрали именно их. Он, конечно, не стал бы во всем винить жертву, но все же интересно. Снежок догадалась, что это еще один либерал и, выкинув мужика из машины, раздавила ему голову. Она забрала пистолет, а в багажнике обнаружила мертвого Гарри и пачку денег. Старик посчитал, что из 11 человек остались только они вдвоем. На карте обозначено место, куда их должны были привезти. Девушка вспоминает сказку, которую ей рассказывала мама о наглом зайчишке, который бегал быстрее всех в лесу и издевался над другими зверями. Однажды черепаха взялась обогнать его, а заяц настолько вошел в кураж со своими насмешками, что даже вздремнул по дороге. Но проснулся слишком поздно. Черепашка уже пересекла финишную черту. Вечером за ужином черепаха поучает своих детей. Мол, никогда не сдавайтесь, ползите только вперед. И всего добьетесь. Но тут к ним в дом вломился заяц с молотком. Он разбил панцири родным черепахе, а после убил и ее. И сам съел весь черепаший ужин. А все потому, что заяц всегда побеждает. Нет, стой, стой. Кто у нас заяц? Это ты и я? Или они? На своей базе охотники обсуждают фоточки в соцсетях. А также решают, можно ли шутить про спид и аборты. Их сопровождает военный, сержант Дейл. Хлыщ вышел наружу, чтобы отлить. Снежок тут же вскрыла ему горло. Сержант понял, что у них гости. Охотники вцепились в оружие и высматривают сыкуна. К ним закинули поросенка, которого демократы тут же расстреляли. Это был отвлекающий маневр. Внутрь проникла снежок и атаковала охотников. Пристрелила одного из них, а также ранила сержанта Дейла. Дамочку она заколола ее же стрелой. После еще один богач отправился на тот свет. За ним последовал раненый очкарик. Вояку снежок дополнительно избила трубой. Деревенщина бросила раненая демократка. Наконец в укрытие спустился и старик. Он был так полезен. Он против того, чтобы они добивали женщину. Но охотница выступает за равные права. Поэтому также получает пулю в лоб. На связь вышла главная. И спрашивает у Дона, убил ли он девушку. Получается, он один из них? Хоть Дон и отрицал свою причастность. Но на всякий случай пришлось пристрелить и его. Снежок теперь допрашивает сержанта, чтобы выяснить, где прячется главное. Некая Афина. Вояка предупреждает, что эта Афина хорошо подготовлена. Ее тренировали целых 8 месяцев. Выслушав сержанта, Снежок отправила его на тот свет. Мы возвращаемся на год назад. Афина вошла в свой роскошный кабинет. Компьютер одного из ее друзей хакнули. И из него вытащили переписку, в которой друзья обсуждали охоту на изгоев общества. Теперь эта переписка бурно обсуждается в интернете. И все, кто был в том чате, уже уволились со своих высоких должностей. То же самое придется сделать и Афине. Даже если это и не правда, это привело к громкому скандалу. Афина вспыхнула и решила выяснить, кто распространяет слухи о том, что они охотятся на людей в ее поместье. Спустя 4 месяца богачи собрались вместе и выбирают будущие цели. Сержант советует остановиться на 12 жертвах. Все-таки это их первая охота. Нужно думать о безопасности. На одном из слайдов был темнокожий мужчина. Все сразу начали возмущаться и просить пролистывать дальше. Но бородатый утверждает, что если они не возьмут афроамериканца, то это будет неполиткорректно. Особенно Афина разозлилась на нашу героиню, которая в комментариях предлагала ее замочить. Снежок дошла до особняка Афины. И та приказала ей положить пушку в почтовый ящик. Иначе она ее прямо сейчас подорвет. Снежок вошла в дом и обнаружила на стене фотографии всех жертв. В том числе и свою. Афина встретила ее на кухне и вспомнила Дона. Может он был предателем, а может и нет. А еще она знает, что собеседницу зовут Кристал. Она расистка. Ее папа бандит, а мама наркоманка. Оба родителя окочурились, когда Кристал была еще подростком. Она не образованная быдла, которая в итоге сдохнет в подворотне. К сожалению, подобная ей деревенщина такие же граждане страны, как и они. Элита. Но вот Кристал еще и успела поднасрать в интернете. Написав, что Афина Стоун убивает мужчин на территории своего особняка. Но это была всего лишь дурацкая шутка. Так и есть. Что? Охотитесь на людей ради забавок. Неправда. Вот поместье. А они отстреливают людей ради удовольствия. Шутка стала правдой. Вот только Афина лопухнулась. Она взяла не ту. Ведь существует еще одна Кристал Мэйкризи. У нее только одна буква в фамилии пишется по-другому. Этот разговор утомил Кристал. И она схватилась за нож. Драка идет на равных. Афина действительно успела хорошо подготовиться. Однако в один момент ей надоел рукопашный бой. И она схватилась за ружье. После двух выстрелов Кристал не дала ей перезарядиться. Но тут же не рассчитала и упала. Больно ударившийся столик. Афина схватила нож и ранила Кристал в живот. Но блондинка не сдается. Дамы договорились отдохнуть. Однако Афина снова атаковала противницу. Она нанесла еще несколько колотых и режущих ранений. В боку торчит лезвие от миксера. Кристал этим воспользовалась. И несколько раз напоролась на Афину. Оставив лезвие в ней. Лежа на полу и истекая кровью. Афина еще раз надеждой спрашивает. Точно ли девушка не та Кристал? Увы. Она все-таки ошиблась. И Афина умирает. А Кристал видит зайца. Которым оказалась именно она. Потому она встала и съела ужин охотницы. Нарядившись, дама вошла на бор частного самолета. И вежливо попросила доставить ее домой. А еще предложила стюардессе сесть рядом. И откушать осетровой икры.